Наша, так скажем, сегодняшняя встреча, она так немножко так претенциозно, а заглавлена, чему и учит история. Вопрос на самом деле действительно поставлен с вызовом, потому что этот вопрос относится к числу таких извечных дилемм, как есть ли смысл в жизни, есть ли Бог, ходили мы во Вселенную, человечество уже 5000 лет пытается записать то, что с ним происходит, чтобы это передать следующим поколениям, поколениям своих детей, своих внуков, своих правнуков. Но проблема в том, что до сих пор, даже среди ученых-специалистов нет, как это ни парадоксально, единства по вопросу, что такое история, чему она учит, есть ли вообще некий смысл. Вот я вам, как человек, который этим занимается уже многие годы, могу сказать, что среди ученых с многолетним стажем, с большими степенями, с большим, так скажем, послуженным списком, очень часто встречаются люди, которые говорят, история — это не наука, и в истории нет смысла. И на самом деле эта проблема, она гораздо глубже, чем нам кажется, потому что, по сути дела, она касается каждого из нас. Человек, как известно, это единственный биологический вид, который имеет социальную память, который не просто себя выделяет из привода, который себя осознаёт её венцом, который накапливает информацию об окружающем мире и передаёт её не через гинокод, не через ДНК, а посредством аудиовизуального общения с, так скажем, близкими себе. И именно поэтому, как бы мы к этому вопросу не относились, были бы мы специалистами, или бы мы, наши знания об истории бы заканчивались в 11 классе школы, таки каждый из нас, скорее всего, хотя бы один раз в жизни пытался задаться этим вопросом. Если вы откроете любой словарь афоризмов, любой, их сейчас очень много, обязательно там будет на букву «И» такая категория «история». Я тоже, когда к этому вступлению готовился, я открыл этот словарь, и на букву «И» нашёл два высказанных, что есть «история». Двух людей, которых из вас каждый знает, двух великих писателей европейских. Сервантес назвал историю сокровищницей нашего опыта. А его, так скажем, коллега по цеху, который жил, правда, на три века позже, Джордж Бернард Шоу, сказал так об истории, ну, так скажем, имитируя диалог. А что же скажет история, сэр? История, сэр, как всегда, солжёт. Субтитры создавал DimaTorzok